Дневник Евровидения 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 Я очень хочу победить, но если не получится, я буду довольна и тем, что выступила достойно. Достойное выступление, по мнению участников из Нидерландов, это не только хороший вокал. Группа The Toppers решила в буквальном смысле ослепить Европу своими костюмами. Мы счастливы на сцене, мы светимся даже, как видите. Думаем, зрители почувствуют нашу энергетику. Участница из Молдовы Нелли Чубану даже на генеральном прогоне волнуется так, как будто это уже финал. Ничего не поделаешь, конкурс есть конкурс. К тому же соперники в этом году подобрались невероятно сильные. После того, как вышла уже со сцены, я думаю, боже, было все нормально, все хорошо, как это все выглядело. Из 19 участников второго полуфинала в финал войдут только 10. По новым правилам имена девяти победителей назовут зрители. Десятого выберет профессиональное жюри. Мы уверены, некоторые песни нужно слушать больше одного раза, и их должно анализировать профессиональное жюри. Кто попадет в финал, узнаем уже завтра. Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2009» 14 мая на Первом канале. Александра Черепнина, Сергей Черенков, Первый канал. Быть звездой – нелегкое дело, говорила знаменитая Грета Гарба. Ведь это требует столько времени. Обо всех трудностях и радостях звездной жизни в нашей одноименной рубрике.